Приветствую вас! В первую очередь хотелось бы сказать, что моя коллега Светлана ответила на ваш вопрос очень хорошо, вот раскрыла суть вашего вопроса. И в принципе добавить именно вот по существу, да, к ней, к ее ответу нечего. Хотя, хотя мне и кажется, что в ее ответе слишком много советов, вот. Но это, с другой стороны, это личное право, ее личное дело, и если вам этот ответ поможет, то я буду рад. Я, со своей стороны, буду исходить немножечко из других принципов, немножечко из других аспектов. Вот, то есть, ну, к другим аспектам я буду обращаться в своем ответе. Вот, значит, смотрите, первое. Первое, что хотел бы сказать, это то, что ваш вопрос, он больше оставляет вопросов, чем ответы. То есть, как бы, вот вроде бы вы задаете свой вопрос, вроде бы, вот, вроде бы. Но при этом вопросов по итогу, вопросов больше, еще больше вопросов к вам, знаете. Вот, еще больше вопросов, еще больше каких-то неточностей, да, вот, и так далее. То есть, все вот эти моменты, их, конечно, желательно бы разобраться, потому что, ну, во-первых, информация не точная. Вот, а во-вторых, все-таки, хотелось бы иметь дело с полной информацией, а не только вот с тем, что вы предоставили. Вот, значит, по врачам, по врачам, здесь история, на мой взгляд, такая, да, если вот, ну, честно, по врачам говорить. Здесь история такая, что я полностью согласен с коллегой в том смысле, что нужно исследовать и не одного, и не двух врачей, да, чтобы понять, действительно ли у вас такая серьезная проблема. Вот, потому что мнение врачей разделяется, вот, кто-то говорит, что такого вообще не бывает, кто-то говорит, что, ну, честно, что это вот бывает. То есть, с точки зрения медицинской, мне кажется, что чем больше информации, тем лучше будет для вас. Вот, значит, дальше, а, что вызвало у меня вопрос к вам? Вопрос у меня вызвало то, а, для чего конкретно вам ребенок вообще нужен, то есть зачем? Вы говорите, что готовы, соответственно, рожать, вот, что хотите рожать. А зачем? Просто зачем? Чтобы что? Ну, если вы хотите ребенка, да, то кто мешает потом, после того, как, например, встретить мужчину, взять, например, себе приемного ребенка. Если вы хотите именно, именно своего, то это уже, извините, извините меня, ну, немножечко не та история. Это уже немножко другой, тоже, ну, немножко другой аспект ситуации. Вот. То есть, подумайте на эту тему, зачем вам ребенок и ради ребенка ли вы все это хотите сделать. Не ради себя. То есть, то, что вы хотите сделать это ради себя, на это указывает то, что вам страшно, вы плачете постоянно, у вас депрессия, как вы говорите и так далее. Вот, хотя, про это я еще, безусловно, скажу, про это я еще, безусловно, скажу, не один раз. Дальше. Дальше. А, так. Значит, не знаю, что делать, что делать, чтобы что? Помогите. Чем? По состоянию здоровья и гинекологу, я говорю, быстрее родить, иначе может быть так-то не смогу родить. Об этом я сказал, да? Поэтому я встречалась с парнем семь лет. Семь лет. Ни к чему, к сожалению, не привело. А к чему, по вашему мнению, должно привести? Что? Ну, то есть, вот, серьезно, к чему, по вашему мнению, должны были привести отношения? Что вы, как бы, ну, говорите, что вот, ни к чему не привело. А к чему и должно было привести? Кхе-кхе-кхе-кхе. На все рассчитывали. Всего ожидали. Всего хотели. Всего хотели. Вот. Это то, что нужно исследовать. Обязательно. Потому что, ну, это важно. Это очень важно. То, что вы хотели бы, а как вы отношения выстраивать? Ну, с мужчиной. Ведь у вас же почему-то не получилось. У вас же по какой-то причине же не получилось. Ну, а с этим паузом. Нужно понять, нужно понять, что именно не получилось. Может быть у вас есть какой-то страх близости, например. Ну, перед мужчиной. Может быть вы ведете себя как-то, ну, как-то не так. Как-как могли бы, например. Это тоже нужно. Нужно исследовать. Понятно, да? Дальше. Так. Значит. Через определенное время я встретила нового, нового-нового мужчину в отношениях за третий месяц. Пошел он военный. Парень хороший. Что значит хороший? Со мной не 25, а осознанно я ребенка хочу. Зачем? Я работаю он должен. Я понимаю, что раз я так понимаю, тема о детях, продолжается речь иначе. Три месяца он. Не знаю, как быть. Как быть, чтобы что, Ольга? Ну, вот, серьезно. Как быть, чтобы что? Вы чего хотите вообще? По сути своей? Вот сейчас, на данный момент. Что вам хочется? Понимаете ли вы? Что это важно? Что очень важно понять, что конкретно вы хотите получить от ребенка, например, для себя. Вот. Ну, и дальше, то, что вы пишете, да, это то, что, соответственно, у меня депрессия, там, плачу постоянно, очень страшно. Вот. Это все вопрос к вам. Чего боитесь? Почему боитесь? Вот. Ну, конкретно. Вот. Что конкретно? Все конкретно. Все конкретно. На эту тему тоже нужно подумать. Ребенок не может быть средством для решения ваших проблем. Вот. И дети. 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 Так же не могут быть, да, как бы, аргументом в отношениях. Вот. Так, понимаете, какая история. Поэтому... Обязательно подумайте, для чего вам ребенок. Зачем он вам. Так, значит, очень страшно. От чего? От чего? Депрессии. Соответственно, депрессия, это психическое заболевание, которое диагностируется за врачом. Я не уверен, что оно у вас есть. Плачу от чего? Помогите. Буду... Буду... Вам благодарна поддержка. Вот. А помочь в чем, Ольга? Какой помочь это хотите? Хотите? Покажет ваши проблемам в том, что вы хотите ребенка. Вот. Ну, то есть... А... Вот просто... Просто хотите ребенка. И все. Почему, для чего, зачем... Непонятно. Вот. То есть, пока что речь идет о том, что вы пытаетесь реализовать какие-то свои желания, да, через ребенка. Вот. И все. Вот пока что. На данный момент. А... На данный момент ситуация выглядит так. И это, на самом деле, создает сверхмотивацию для вас. Сверхмотивацию для решения этой проблемы. Когда мы поймем, что стоит за вашими переживаниями. Когда мы поймем природу вашего заболевания, которое вполне может иметь психосоматический характер. И, возможно, запрет на... Эээ... Беременности на то, чтобы стать родителем. На то, чтобы стать родителем вам. От ваших же родителей. Тогда уже и будет понятно, с чем мы имеем дело. Вот. Пока что... Пока что... Эээ... Можно... Вы можете прислушиваться к... Эээ... Рекомендациям коллеги Светланы. Вот. Ибо она вам сказала... Все верно. Но... Это... Весьма... Весьма поверхностно... Поверхностно... Очень поверхностно... Будет, если вы будете следовать ее рекомендациям. Вот. Потому что... Что-то вам страшно, депрессии, плачете... Это к ребенку не относится. То, что вы обрегаете ребенка на возможное одинокое состояние без отца... Тоже... Весьма и весьма. Странно. Вот. Ну... Я уже сказал, да? Что... Ну, если вы... Если вы... Хотите... Да? Быть... Родителем. То... Им не проблема быть... Абсолютно не проблема... Быть... Ходиться там. Но вопрос в том, как... Понимаете? Вопрос в том, как... Вы... Им станете... Какой ценой... И для чего? Вот. В норме... В норме... Когда... Человек становится родителем... Через естественное потроение отношений. И неважно, можете вы иметь детей или нет. Вот. Вы, например, можете своему мужчине, да? Вот сейчас... Парни сказать, что... Дорогой, вот так и так... Короче, у меня... По... Женскому... Женскому здоровью... Проблемы... Нарисовались... Такая история, что... Возможно, я не смогу иметь детей. То есть, ну, как бы... Мне нужно... Либо всех беременеть, либо... Я могу не... Могу не забеременеть. Вот. Я тебя ставлю в известность, да? Потому что... Я тебя люблю, например. И... Иначе с тобой отношения развиваются. Мне очень нравится. Я не хочу... Как бы никуда спешить. Вот. О-о-о-о... Ну, просто это говорю тебе. Да? Возможно, нам... В будущем... Нам все будет хорошо. Нам придется... Например, взять ребенку. Установить кого-то. Или удочерить. Или что-то еще. Вот. Это будет самое правильное. У мужчины будет выбор. Либо он принимает вас... Такой, какая вы есть. И... Соответственно... Соглашается... С тем, что... В будущем вы, может быть... Возьмете ребенку. Вот. Или он предлагает вам... Значит... Забеременеть. Вот. Вы... Вы ему говорите, что... Вы хотите... Чтобы это... Нагладывало на него ответственность. Ну, потому что... Понятно, что... Это может повлиять на ваше отношение. И все. Ну... И вот так вот... Через... Максимальное... Количество откровенности... И честности... Вы... Получаете... По итогу... То... Чего вы достойны. То, что вам... Нужно. Вот и все. Я думаю, только так можно ответить вам на ваш... Вопрос. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Еще раз. Страх, депрессии и слезы... Нужно исследовать как отдельное проявление... Ваших внутренне личностных проблем. Значение ребенка, материнства, также нужно исследовать. Вопрос построения... Отношений с мужчинами, также... Подлежит... Проработке. Потому что... Совершенно не случайно, на мой взгляд... Вы... Расстались с мужчиной спустя 7 лет отношений. Совершенно не случайно. Будет лучше, если вы это разберете. Поймите тогда. Ну и... В конце концов, на ребенке свет клином не зашелся. И есть вещи гораздо более важные, чем ребенок. Который еще не родился, безусловно. Если бы ребенок родился, то там уже был бы другой разговор. Но... А пока ребенок не родился, есть более серьезные вещи. Например, ваша успешность. Ваши отношения. Ваша личная жизнь. Ваша... Карьерная... Карьерная жизнь. Ну, то есть, деловая, рабочая жизнь. И так далее. Вот. Ваше здоровье, в конце концов. Это тоже важно. Так что... Обратите внимание лучше на эти все аспекты. Вот. Ну, а если вам ребенок по-прежнему очень важен. Настолько, что вы плачете из-за него. То, соответственно, с этим нужно работать. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.